Это программа День с толком в студии Ирина Корчагина. Здравствуйте! Смотрите в этом выпуске. Завтра в Тольменском районе простятся с погибшими в ДТП детьми, выжившие по-прежнему в больнице. Почему хоккейная коробка в самом большом районе Барнаула простаивает несколько лет? И как можно помочь четвероногим друзьям? В регионе запустили добрую акцию по сбору корма. Бийский коммунальный мост планируют отремонтировать в 2022 году. Работы будут вести с весны до осени. При этом движение по путепроводу перекрывать не станут, сделают его реверсивно. Такое решение принято из-за невозможности полного перекрытия. Через мост проходит туристический трафик в Горно-Алтай и внутригородское движение. Самое сложное на сегодня это будет все-таки провести торги и заключить контракт с подрядной организацией, которые будут проводить эти работы. Почему? Потому что значительные средства на сегодня выделены правительством Российской Федерации на ремонт такой инфраструктуры, мостов, путепроводов. И они идут не только в Бийск и в Алтайский край, но и в ближайшие регионы. И к другой теме. Глава региона Виктор Томенко поручил оказать семьям пострадавших в ДТП в Тольменском районе материальную и психологическую помощь. А еще губернатор распорядился запретить педагогам подвозить учеников до дома. Напомним, вчера произошла страшная авария на железнодорожном переезде. В результате столкновения легковушки и снегоуборочного поезда погибли трое школьников. Подробности у Софии Яценко. Отчество как у вас? Александра у нас. А дата рождения у вас? Куда ехал? Дата рождения, скажите. От Луговской школы до домов пассажиров из Тойоты всего несколько километров. Для безопасности школьников на учебу из села Наумово и обратно их развозят по расписанию на специальном автобусе. Но в этот день все пошло не так. Заболел учитель и отменили последние уроки. А дальше инициатива педагога, ставшая роковой сразу для нескольких жизней. А это и есть та самая школа, откуда учительница, не дожидаясь школьного автобуса, повезла детей на своем личном автомобиле. Получить комментарии от директора школы нам пока не удалось. По словам работников школы, она находится в плохом самочувствии. Сотрудники образовательного учреждения признаются, для них решение учителя остается загадкой. Что ее понесло туда, я не могу сказать. Не знаю, девчонки. Вот мы сами, понимаете, мы сами в шоке, мы сами в недоумении. Это страшная трагедия. Страшенная. Даже не высказать этого. Поэтому, знаете, что, директор тоже ее вчера откачивал врач, там я приезжала. У нас специальный автобус есть, водит. Вот что мы просто. Что такое случилось? Такая необходимость тебе повезти. Они бы сели в автобус и уехали. Ой, если, конечно, не дай бог, говорится, да ее же родители разорвут. В селе Наумово общий траур. Произошедшего не понимает никто. На железнодорожном переезде, где произошла трагедия, действительно нет шлагбаумов. Однако светофоры есть, и они работают исправно. А вот песок, которым усыпана проезжая часть возле места трагедии, решение свежее. Это вот после аварии сразу все подсыпали, все сделали. А до этого там один человек долбил маленько, там вычищал еще. К фабрике улица идет. Вот, я завозил туда девочку. Я тоже со школы ехал. Вот, и наблюдали за снежным поездом. Я еще ребятишкам говорю, смотрите красиво как снег летит в разные стороны. Машину в последний момент мы увидели. И той ребятишки даже мы и не заметили. Хорошая погода, как сегодня вот было. То есть, в принципе, и видимость была хорошая, и светофоры там работают. Конечно, конечно. Два села, которые теперь объединяет общее горе, гадают, что привело к трагедии. Человеческий фактор или иные причины. Она выпивала, говорят. Ее лишали правами. Вот, говорит, месяц как получила. И ребятишек, конечно, жалко. Ну, и ее. У нее тоже мама, инвалид, разрывается. В школе работает. И домой бежит, чтобы маму накормить. Не ходит на коляске. Ну, вот, наверное, поторопил. Вот. И дома тоже проблемы там с мужем что-то получилось. Кто его знает? Все на нервах. Выжившие в страшной автокатастрофе находятся в краевой больнице скорой медпомощи. У восьмилетнего мальчика черепно-мозговая травма и незначительные переломы частей скелета. Водитель в более тяжелом состоянии. Все мероприятия нацелены на стабилизацию гемодинамических показателей. Вот. Водитель на аппарате ВВО, то есть под медицинской седацией, то есть так называемый медицинский сон. А ребенок, он в сознании, в контакте. То есть пьет водичку, кушает и кормится. По словам врача, несмотря на хорошие прогнозы, лечение займет немало времени. А в Наумово готовятся к похоронам. Прощание со второклашками пройдет завтра, 1 декабря. София Яценко, Артем Гусельников и Алексей Фризин. День с толком. Жители Малтайского края предлагают покупать свой уголь, который добывают в Мунайском месторождении Салтонского района. Минстрой провел выездное совещание с главами муниципалитетов, на котором обсуждали дефицит топлива. Возник он, напомним, в начале отопительного сезона. Некоторые районы так и не сформировали запас топлива, а жители не успели купить уголь для личного пользования. По словам экспертов, причина кризиса – рост цен на экспорт угля. Китай переключился на топливо России и Казахстана, поэтому цена на уголь взлетела, и производителям выгоднее продавать его за рубеж. Добавим, Мунайский разрез существует с 80-х годов. В 2018-м его расконсервировали, и в 2020-м уже добыли 130 тысяч тонн угля. Общий потенциал месторождения оценивают в десятки миллионов тонн. Сейчас, по данным Минстрое, мунайским углем пользуются котельные 16 муниципалитетов. И по оценке специалистов, это месторождение вполне способно обеспечить топливом весь край. Геноплан Барнаула вновь терпит корректировки. Дело, в частности, касается застройки территорий. Сегодня депутаты городской думы одобрили изменения в один из главных документов краевой столицы. Утвердили и не менее важный документ – бюджет. Слово Дмитрию Дроздову. Бюджет на увеличение. Именно так сказала председатель городской думы Галина Буевич. Доходы бюджета на следующий год запланированы в размере 22 миллиардов рублей. Это на 22% больше, чем в этом году. Рекордная сумма будет направлена и на расселение жильцов аварийных домов. Мы знаем, что для Барнаула эта проблема одна из тоже острых стоит. Мы будем в этом году, в 2022 году будет выделено более 2 миллиардов на эту программу. И если брать в сравнение с предыдущими годами, то практически мы его увеличиваем в два раза. Как сегодня рассчитывается официальный уровень инфляции? Ну, загадка для большинства населения. То есть достаточно показатель сомнительный. Если в 2019 году на 200 миллионов рублей можно было купить около 100-135 однокомнатных квартир, то в 2021 году на эти деньги можно купить только 60-70 квартир. Достаточный ли это объем для Барнаула, согласились не все. Тем не менее, большинством бюджет принят. Больше денег направят на повышение безопасности школ, ремонт детских лагерей и содержание дорог зимой. А Барнаульскому аэропорту дополнительно выделят около 200 гектаров земель. Это уже о поправках в генплан города Барнаула. Изменения коснутся функциональных зон для крупных инвестпроектов, в том числе на искусственном участке. Ранее говорилось про две такие территории – Ковш и Лесной пруд. Предполагает собой размещение трех детских садов, двух школ, поликлинического отделения, жилой застройки, объектов торговли. Кстати, небоскребы в Барнауле тоже могут появиться. Генплан не будет ограничивать застройщиков этажности. Но компании нужно будет грамотно вписать высотку в ту или иную точку города. Дмитрий Дроздов, Вадим Быстревский. День с толком. Уникальная система озер в Бурлинском районе находится под угрозой. Из-за того, что конкурсный управляющий не выполняет необходимые меры по уходу и вылову поголовья, рыбе не хватает питания и воздуха. О том, в каком состоянии находится рыбное хозяйство и что его ждет в будущем, в материале Артема Гусельникова. В советское время озера вокруг села Бурла были для края источником более чем 70% всей выловленной рыбы. Здесь разводили как привычные речные породы – сазана, окуня, чебака, так и ценные – пеледь, ряпушку, белого амура. 20 лет назад все изменилось. Предприятие вступило в процесс банкротства. Территория Бурлинского рыбного хозяйства находится в полном упадке. Сейчас здесь не функционирует ни один из корпусов. Не меньшие проблемы и у системы озер, где практически не вылавливают рыбу. Из-за запущенного процесса банкротства рыбхоз и водоемы переходили из рук в руки. А конкурсный управляющий, ответственный за систему озер, по словам главы района, вылавливает не 160 тонн рыбы в год, как должно быть, а от 8 до 20. Повышенное количество рыбы в водоемах, безусловно, чревато дефицитом кормовой базы, дефицитом кислорода, что в конечном результате, возможно, приведет к замору рыбы. И заморы уже случаются. Пока локальные, но в будущем это может привести к экологической катастрофе. Администрация района и рыбинспекция, говорит Давыденко, совместно пытаются сохранить поголовье разными способами. Например, поддерживают состояние плотины на озере Песчаном. Мы пытались получить комментарий у рыбинспектора, но мужчина отказался с нами разговаривать, сославшись на запрет со стороны руководства и внимания прокуратуры. Общественники же считают, что на самом деле цифры вылова рыбы значительно меньше тех, что есть в администрации. Значит, что то на 2-3, ну, они, возможно, приписывали там, чтобы покрыть свое бездействие. Я считаю так. Ну, рыбы просто в озерах, ей никто не занимается воспроизводством, как раньше занимались. Были настроены питомники, ну, это 80-е, 90-е годы. Выращивали малька и выпускали в озера, всю систему в озер. Еще более шокирующие данные сообщают в региональном Минприроды. Так, суммарный вылов должен быть на уровне 400 тонн. На деле – ни одной. Правительство края решило расторгнуть договор с организацией. В дальнейшем эти участки планируется перезакрепить за более серьезными инвесторами, которые будут способны и организовать рабочие места на территории Бурлинского района, значит, и углубленную переработку поставить, и инвестировать непосредственно в развитие рыбного хозяйства. На данный момент в арбитражном суде Барнаула находится сразу пять дел о расторжении по количеству озер в системе. И к первому января, говорит Катернюк, часть из них должна быть удовлетворена. Ближайшее слушание состоится уже 7 декабря. Артем Гусельников, Алексей Фризин. День с толком. В Алтайском крае остается острая ситуация с фтизиатрической помощью. Смертность от туберкулеза в два с половиной раза превышает средний показатель по стране. А врачей-фтизиатров катастрофически не хватает. Укомплектованность ими в нашем регионе сегодня едва превышает 41%. Накануне глава Алтайского Минздрава обсудил эти проблемы на коллегии по вопросам развития фтизиатрической помощи. По словам врачей, больше всего больных туберкулезом в прошлом году выявили в Новоалтайске, Троицком, Поспелихинском и Егорьевском районах. А вот в Табунском и Быстроистокском заболеваемость нулевая. Но радоваться нечему. По словам специалистов, подобные показатели говорят о том, что в крае некачественно проводят профосмотры. В 9 месяцев текущего года в Алтайском крае выявлено 841 человек в 61 районе. Но заявки прислали, наша бригада выехала и обработала очаги только в 18 районах. Уважаемые главные врачи, у нас с вами совместная заинтересованность в выявлении и в диспансерном наблюдении наших пациентов, а также в анализе причин смертности. Мы берем на себя в ручном режиме персонифицированный учет ваших пациентов. Не удивляйтесь, мы вам будем звонить. Летом там играют в волейбол, а зимой скидывают новогодние елки и мусор. Речь идет о хоккейной коробке в индустриальном районе. Местные жители не понимают, почему зимой спортивный объект не используется по прямому назначению и по сути простаивает. А ведь в самом густонаселенном районе города живет много детей, которые могли бы кататься на коньках и играть в хоккей. Подробнее в сюжете. Здесь могли бы кататься дети, но не случилось. Хоккейная коробка на Балтийской простаивает уже несколько зим. Известно, что объект является муниципальной собственностью. Долгое время здесь находилась Сатурн, по-моему, хоккейная команда. Они занимались здесь. И коробка чистилась, заливалась. Года два назад команда съехала, коробка пересталась обслуживаться. И она, собственно, в таком состоянии. То есть микрорайон большой, густонаселенный, детей много, коробка стоит пустая. То есть по факту сходить покататься на коньках здесь ближайшие, ну как бы в местности здесь некуда. Идешь вечером с работы. Здесь народу было всегда очень много. То есть пользовался популярностью взрослые, дети, ребятишки играли в хоккей. Возрастные люди были, то есть пенсионного возраста тоже были, то есть вставали на коньки. В этом году одна спортивная организация решила хотя бы летом использовать объект как волейбольную площадку и заключить договор на безвозмездное пользование с администрацией индустриального района. При этом речь шла именно о волейбольном проекте, так как сама по себе хоккейная коробка не соответствует нормам. С администрацией, когда коробка нам передавалась, сразу в договоре прописано, что спортивный объект, он не может быть использован по прямому назначению. Это хоккейная коробка. Здесь, во-первых, борта уже все побиты и не соответствуют размерам. Отбойники все сгнили. Мы с ними говорили, что максимум мы своими силами сможем здесь пятачок залить для катания. Но пятачок, сами понимаете, 20 на 20. Больше мы, к сожалению, не сможем своими силами здесь что-то сделать. В какой-то момент жители микрорайона начали скидываться на обслуживание катка. Но оказалось, только один зимний месяц обойдется коробке в 50 тысяч. Это заливка, инвентарь, снегоуборочная машина. Мы сейчас на данный момент нашли организацию, которая поможет нам в заливке катка, которая нам озвучила свою цену. Соответственно, мы им за месяц заплатим. Ну и дальше уже по факту. Будут у нас деньги, значит мы заплатим, если жители соберут. Если у нас денег не будет, соответственно, это опять все перерастет в сугробы и бесхозную коробку. Жители надеются на помощь администрации индустриального района. Ведь на содержание площадки зимой в целом потребуется 205 тысяч рублей. Но, как нам сообщили в мэрии, при планировании бюджета на 2020 и 2023 годы эти средства не были предусмотрены. Сейчас ясно одно. Хоккейная коробка не может содержаться только на энтузиазме людей, которые сегодня собрали деньги, а в следующем месяце нет. Этот вопрос будут решать завтра. На встрече представителей мэрии и арендатора. Ирина Корчагина, Алексей Фризин. День с толком. Уже в эту субботу, 4 декабря, в Барнауле перекроют движение на площади Сахарова. Там начнут возводить традиционный снежный городок и главную елку города. Украшать новогоднюю площадку будут 13 ледовых барельефов, скульптуры Деда Мороза и Снегурочки, и главный символ будущего года – тигр. Также новогодние городки построят на площади Мира, улице Молотобольской и в парке спорта Алексея Смертина. Для возведения этих площадок перекрытия дорог не понадобится. Добавим, что в этом году в Барнауле встреча Нового года пройдет без открытия главной елки и фейерверка. Социальная реклама работает, главное – уметь ее делать. Общественники и журналисты Алтайского края теперь умеют ее создавать. Чему она посвящена и какие запросы у жителей нашего региона, расскажет Анастасия Наборщикова. Социальная реклама – как феномен общественной рефлексии. А если проще, то курс на нравственность, ответственность и, быть может, решение проблем. Социальные ролики и таблоиды можно увидеть в Барнауле. Один из проектов, например, «Хочу помочь». Сами мы видим, что именно такой красивой, интересной социальной рекламы не так много. И выбрать такой интересный проект было достаточно сложно. Но я думаю, что мы приняли хорошее, интересное решение – именно показать в лицах работу общественных организаций. Команда создателей – сами общественники и журналисты. Полгода они тотально изучали социальную рекламу с педагогами высшей школы экономики. Их проект стал экзаменом. В этом году, конечно, как и в прошлом, основная тема – это коронавирус у нас. И очень много работ сделано. Но, как показала практика, они не сильно эффективны. Мы проводили в мае кросс-региональный рейтинг о проблемах. Основные проблемы были такие – бедность. Затем проблемы демографии, миграции, проблемы экологии, высоких цен на услуги ЖКХ и слабая поддержка предпринимательства. Как итог – симбиоз. В центре композиции люди, которые сегодня уже помогают и бездомным животным, и многодетным семьям, и, например, тем, кто потерялся. Хочу помочь – значит, что вы тоже можете это сделать. Какую оценку даст столица, узнаем в декабре. А пока цифры всероссийского опроса показывают важность социальной рекламы. Из 100% россиян более 70% считают, что подобное дает верный курс жизни. Анастасия Наборщикова, Вадим Быстревский. День с толком. Добровольцы движения «Сборник Хэштегов» запустили в Крае благотворительную акцию по сбору корма животным «Лапа Добра». Коробки для передачи еды размещают в образовательных организациях Барнаула, Заринска и Новоалтайска. Первые два бокса установили в Краевой столице. Я считаю, что данная акция очень добрая и светлая, ведь только совместными усилиями мы можем помочь братьям нашим меньшим. Организаторы подчеркивают, что крупные приюты, например, «Ласка», «На слуху», а про более мелкие компании мало кто знает. Поэтому в списке адресатов помощи «Приюты для животных шанс» в Заринске, «Территория спасения» в Новоалтайске и другие. На этом у меня все новости. Смотрите нас на 22-й кнопке и в соцсетях. Для вас работает телефон нашей редакции 205-545. Далее прогноз погоды. Спонсор прогноза – компания «Эволар». До встречи в эфире. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует.